Берлинер Зейтунг, Германия Когда Берлин сложил оружие Михаэль Бреттин Берлинер Зейтунг, Германия 27 апреля 2020 года Читайте также часть 1, часть 2 и часть 3 1 и 2 мая 1945 года во многих районах Берлин орудия замолчали, но в центре грохот пушек не стихал. В это же самое время велись переговоры. Как солдаты и гражданские лица встретили конец войны. Фюрер был мертв, сожжен и закопан. Вместе с его и Браун, своей давней любовницей, на которой не задолго до смерти женился, Адольф Гитлер покончил с собой и тем самым избежал возмездия. Останки обоих лежали в саду Рейхсканцелярии. В Берлине наступило 1 мая. О том, что за день до этого Гитлер покончил с собой в фюрер-бункере, знали лишь посвященные. В том числе и советский вождь Иосиф Сталин. Немецкая сторона уведомила его об этом параде. Сталин хотел, чтобы столица Рейха была взята к 1 мая, Международному дню солидарности трудящихся. Но не получилось. Советские солдаты заняли обширные части города. В некоторых районах и округах советские коменданты уже назначили бургомистров. Генерал-полковник Николай Берзарин заступил на пост коменданта города. Но тяжелые бои за центры продолжались. Не прошло и первых 4 часов 1 мая, когда Ганс Крепс, начальник генерального штаба сухопутных войск, вошел в квартиру на первом этаже в Тимпельхофе. Здесь и далее упоминаются разные районы и пригороды Берлина. Примечание Перев, по адресу Шулинбургринг, 2. Там расположил и штаб-квартира генерал-полковника Василия Чуйкова, главнокомандующего 8-й гвардейской армии. Крепс был уполномочен оставшимися в живых руководителями рейхов фюрербункера провести переговоры о перемирии. После пары вступительных фраз Крепс предложил начать мирные переговоры между двумя государствами, которые понесли самые большие потери в этой войне. Чуйков понял, что речь идет о попытке расколоть антигитлеровскую коалицию Советского Союза и западных союзников. О разговоре Чуйков уведомил маршала Георгия Жукова, главнокомандующего 1-м Белорусским фронтом, чья штаб-квартира располагалась в Брухмюле под Штраусбергом. Жуков в свою очередь связался со Сталином на его даче в Кунцеве под Москвой, сегодня Кунцево входит в черту города, подняв его с постели, и получил указание, требовать безоговорочной капитуляции. Рут Андреас Фридрих с нетерпением ждала капитуляции. Много лет 43-летняя писательница и журналистка боролась с нацистским режимом в составе группы «Дядя Эмиль», основанной ей вместе со спутником жизни в 1938 году. Они делали надписи на стенах домов, печатали листовки, прятали преследуемых режимом, снабжали их едой поддельными удостоверениями личности. В Штеглице, в доме номер 6 по улице Хуненштайк, она пережила конец режима войны. Артиллерийский обстрел прекратился. Успокоилась авиация, записала она 1 мая в дневник. Нам навстречу шли люди. Парами или маленькими группами. У них были белые нарукавные повязки, женщины, в красных платках. Приглядевшись внимательнее, она увидела, что на каждом платке в центре была заплата из невыцветшей ткани. На этом месте совсем недавно белел круг со свастикой. Что же происходило в мозгах под этим платками? Вчера все были коричневыми, сегодня стали красными. 1. Берлин капитулирует. 2. Все сдающиеся обязаны сложить оружие. 3. Всем солдатам и офицерам гарантируется жизнь. 4. Раненым будет оказана помощь. 5. Будет обеспечена возможность для переговоров с союзниками по радио. Около 15.30 Крепс доложил о положении дел в бункере. Требование о капитуляции взбесило рейхсминистра пропаганды Гиббельса. Когда-то я очистил Берлин от красных. Теперь я буду защищать его от красных. До последнего вздоха уполномоченный Гиббельс. Мессессовец отправился на линию разделения огня и передал письмо. Капитуляции не будет. С 18.30 советские силы вновь начали обстрел центра города из всех стволов. В этот момент в фюрер-бункере Магда Гиббельс уложилась под своих детей. 5 девочек 4, 6, 8, 11 и 12 лет и 9-летнего мальчика. Проснуться им уже было не суждено. Мир, который наступит после фюрера и национал-социализма, не стоит того, чтобы в нем жить. Поэтому я забрала детей с собой. Оправдывалась Магда Гиббельс в письме сына первого брака Харальду Квату. Они слишком хороши для жизни, которая наступит после нас. После умерщвления детей Магда Гиббельс со словами «это произошло» появилась в главном бункере, где ее ждал муж. Оба отправились в его рабочий кабинет. Там, как говорят, Магда, плача, принялась раскладывать пассиенс. На часах было 20-30, когда Йозеф и Магда Гиббельс направились к лестнице, ведущей вверх, к выходу из бункера. Стоя у подножья лестницы, Гиббельс, как вспоминает очевидец, успел произнести слова «Лесьеукс сонт Файтс, игра окончена». Борьба до последнего вздоха в паре метров от того места, где было наскоро присыпано то, что осталось от Гитлера и Евы Браун, Чета Гиббельсов приняла яд. Есть версии, что они застрелились, что застрелился кто-то один из них или что они приказали себя застрелить. Как было на самом деле, не выяснено до сих пор. Затем их мертвые тела облили бензином и подожгли. Огонь погас через несколько минут, но никому до этого уже не было дела. С того момента каждый уже думал только о себе. День 1 мая подходил к концу, когда Великая Германская радио прервала передачи. На часах было 22.26. Диктор радиостанции Гамбурга объявил. Из ставки фюрера сообщают, что наш фюрер Адольев Гитлер сегодня во второй половине дня в своем командном пункте в рейхсканцелярии ползал к Германию, сражаясь до последнего вздоха. На самом деле он умер не во второй половине дня 1 мая, а 30 апреля, и не сражаясь. В радиосообщении далее говорилось, что фюрер назначил гроза Адмирала Денеца своим преемником. Штаб-квартира Денеца находилась в плене, Шлезвиг Гольштейн. За этим специальным сообщением последовало обращение Карла Денеца к населению. Наш фюрер Адольф Гитлер пал в бою. В глубочайшей печали и почтении немецкий народ склоняется перед ним. Точка, моя первая задача, это спасти немецких людей от уничтожения наступающим большевистским противникам. Только ради этой цели продолжается борьба на фронте. Путь каждый на своем месте исполнит свой долг. Вслед на этим Денец зачитал приказ дня для вермахта. Фюрер пал смертью храбрых, ушел из жизни один из величайших героев германской истории. И далее, я беру на себя командование всеми частями германского вермахта с твердым желанием продолжать борьбу с большевиками до тех пор, пока сражающиеся войска и сотни тысяч семей в германском восточном пространстве не будут спасены от порабощения и уничтожения. Клятва, данная вами фюреру, теперь для каждого из вас относится ко мне как назначенному фюрером-приемнику. Немецкие солдаты, исполните свой долг. Речь идет о жизни нашего народа. Решение, принятое в Бендлер-блоке Хельмут Вайдленг, военный комендант Берлина, выполнил свой долг. Генерал, чей командный пункт находился в Бендлер-блоке на Бендлер-штрассе, сегодня Штелфенберг-штрассе, вскоре после обращения Денеца провел совещание со своими офицерами. Ситуация на тот момент сложилась следующая, советскими войсками были занят вокзал Зоологический сад, восточно-западная ось вплоть до Бранденбургских ворот, мост Вайдендам-брюке, район Шпиттельмаркт, Липцегер-штрассе, Подздамская площадь, Подздамский мост и мост Бендлер-брюке. Учитывая все это, господа офицеры пришли к единому решению – капитулировать. Вайдленг приказал передать в эфир к линиям противника пять раз подряд открытую радиограмму на русском языке, говорит командование немецкого шестого танкового корпуса. Говорит командование немецкого шестого танкового корпуса. «Мы просим прекратить огонь. В полночь пятьдесят по берлинскому времени мы вышлем парламентеров на Подздамский мост, опознавательный знак, белый флаг на красном фоне. Просим ответить. Мы ждем». Вскоре после этого генерал-полковник Чуйков по радио сообщил о согласии принять парламентеров. В Бендлер-блоке Вайдленг стал готовиться к переговорам о капитуляции, а персонал фюрер-бункера собрался бежать. Вильгель Манки, командующий силами сопротивления правительственного квартала, сформировал десять групп и пятнадцать человек, которые в двадцать три часа, на два часа позже, чем было запланировано, должны были с промежутком в десять минут начать покидать бункер. К ним присоединились не все. Например, начальник генерального штаба Ганс Крепс и шеф-адъютант Гитлера Вильгельм Бургдорф предпочли застрелиться. Их тех, кто решился на побег, выжили немногие. Среди погибших, и личный секретарь Гитлера Мартин Борман, руководитель партийной канцелярии Инсдаб, и штабной врач Людвиг Штумбфигер. Они покончили с обойной инвалиденштрассе недалеко от Лердского вокзала, сегодня главный вокзал. Их останки были обнаружены в 1972 году во время строительных работ. В полночь 52 мая прекратил работу домрадио на Мазурин аллее. Вещание шло из одного из бункеров. 18-летний диктор Ихард Байер сказал, «Великое германское радиовещание прекращает передачи». «Мы шлем привет всем немцам и отдаем дань уважения героическим немецким солдатам, воюющим на земле, на воде и в воздухе». Фюрер умер, «Да здравствует Рейх!» Тремя часами позже генерал Вайдленг, военный комендант Берлина, вошел в штаб-квартиру генерал-полковника Чуйкова на улице Шуленбургринг. Незадолго до этого туда же пришли другие парламентеры. Они передали Чуйкову послание из Рейхс-Министерства пропаганды, написанное министерским советником Гансом Фичи, посчитавшим, что теперь он – самый высокопоставленный правительственный чиновник в городе. Он попросил взять Берлин под вашу защиту. Далее разговор застопорился. Вайдленг не хотел подписывать приказ о капитуляции. Лишь около 5.50 он изъявил готовность написать обращение к немецким солдатам, которые затем могли зачитать через громкоговорители в разных частях города. В нем говорилось, 30 апреля 1945 года фюрер покончил с собой, оставив на произвол судьбы всех, кто присягал ему на верность. В сложившемся положении дальнейшие сопротивления бессмысленно. Он приказал немедленно прекратить всякое сопротивление. Каждый час сражения продлевают ужасающие страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. По взаимному соглашению с высшим командованием советских войск он призвал всех немецких солдат немедленно прекратить боевые действия. Но война не желала прекращаться. Не до всех немецких солдат дошел призыв к капитуляции. Кто-то хотел получить приказ или не желал сдавать оружие, уверенный в том, что фюрер жив, или из чувства долгой чести, или из страха перед советским пленом. А войска СС, которые Вайдлингу не подчинялись, так или иначе делали то, что хотели. Мобильные полевые суды между 4 часов и 9 часов повесили между на фонарях на Вильгельмштрассе семерых юношей из Гитлерюгенда. В 7.55 СС овцы взорвали перекрытие туннеля городской железной дороги под Ландверканалом. Позднее из туннеля извлекли 93 трупа. Никто не сможет сказать, сколько людей еще 2 мая лишили жизни в Берлине, от своей или чужой руки. 11-летняя Ива Мария потеряла мать. Смерть в садовом товариществе в последние недели войны Ива Мария с матерью и 5-летней сестрой жила в домике в садовом товариществе Идельхорст в Панкове на улице Капелинвек. Городская квартира семьи была разрушена бомбой, но тут они чувствовали себя в безопасности. Полотнище белой ткани висело на двери как знак капитуляции. Война настигла семью во второй половине дня 2 мая. Сначала раздастлись пистолетные выстрелы и треск автоматных очередей. Они предназначались немецким солдатам, шедшим из Гумбольдхайна, где находилась одна из трех берлинских башен противовоздушной обороны. Вдруг что-то просвистело в воздухе, во все стороны разлетелись щепки, кровь залила лицо матери Ива Марии. В панике, почти оглохшей от взрыва гранаты, девочка побежала в сад. За ней бросились отчаянно кричащие мать, которая пыталась ее остановить, и вопящая сестра. Наконец матери удалось схватить девочку. Она бросилась вместе с детьми в какую-то яму, прижав их к земле своим телом. Вдруг Ива Мария почувствовал сильный удар. Придя в себя, она увидела, что мать лежит на спине, уставившись остекленевшими глазами в небо, а из ее головы и груди идет кровь. Несколько дней спустя мать Ива Марии похоронили в общей могиле. С утра 2 мая над Рейхстагом развивался красный флаг. Знамя Советского Союза, что было официально запечатлено военным корреспондентом Евгением Халдеем. Нескольким красноармейцам была предоставлена честь установить на крыше Рейхстага красное знамя. В середине 1990-х Халдей признался, что на его фото изображены не солдаты Кантария, Егоров и Самсонов, как это полвека утверждала пропаганда, а Ковалев, Измаилов и Горечев. Сам Сталин определил состав группы, в которой был и Кантария, грузин, как и он. Красное знамя был поднято над Рейхстагом еще вечером 30 апреля старшиной Михаилом Мининым. Лишь в 1995 году ему были за это оказаны почести. Марта Мирендорф испытала огромное облегчение. Окончились 6 лет войны. Сегодня остатки немецкой армии, пленные русских, длинными колоннами двигались по Лихтенбергу. Записала 2 мая в свой дневник Марта. Продавщица и стенографистка по профессии, родившаяся в 1911 году в Берлине и пережившая конец войны в доме номер 37 на Гернутштрассе. Было запрещено приближаться к солдатам, чтобы сунуть им что-нибудь, если было что совать. Жители Лихтенберга все еще сидели как под колпаком. Транспорта не было, как и газет, радио, электричество, газа, а главное, воды. Но важнее всего было то, что война кончилась. Во второй половине дня 2 мая Штефан Дернберг ощутил, что какой-то необычайный покой опустился на Берлин, представлявший собой с его дымящими саруинами жалкое зрелище. Но настроение мира все таки не наступало ни у солдат, ни тем более у населения. Дернбергу, лейтенанту 8-й гвардейской армии под командованием генерал-полковника Чуйкова, было 20 лет. В 1935 году его родители вместе с ним бежали от нацистов в Советский Союз. Вдруг в тот теплый вечер у Дернберга возникло непреодолимое желание поехать в Штеглиц, на ту улицу и в тот дом, где он вырос, Хольштайнише-Штрассе, 18. Белые простыни свисали из окон и с балконов. Жильцы встретили его сначала со страхом и недоверием, но затем стали приветливо с ним здороваться. В конце концов его пригласили на чашку кофе. Он был совсем жидким, но это был мой первый берлинский кофе, ведь в Красной армии в то время давали только чай. Оглядываясь назад, Дернберг понимает, что именно 2 мая стало для него концом войны. Переговоры в предшествующие дни, потом подписание капитуляции в утренний час и генералом Байдлингом, последовавшие за этим прекращение боевых действий, поездка по Берлину значили для меня больше, чем официальное окончание войны неделю спустя. В то время как Дернберг наслаждался жидким кофе в стеглице, советские солдаты официально занимали рейхсканцелярию и фюрербункер. И тут же все бросились искать Гитлера. После захвата рейхсканцелярии началось фантасмагорическое представление, принимавшее по час гротескные формы, при котором не только весь мир долгое время был в неловком положении, но и Гитлер как бы оставался живым. Написал биограф Гитлера Иоахим Фест. Останки приблизительно 15 человек лежали недалеко от выхода из фюрербункера. Победители назначили один из трупов Гитлера и представили его 4 мая мировой общественности. Опровержение поступило почти мгновенно, мол, за Гитлера ошибочно приняли двойника, всех ввела в заблуждение фальшивка. В конце мая, после обнаружения все новых и новых экземпляров, Сталин сделал следующее заявление о местонахождении Гитлера, в разговоре с одной американской правительственной делегацией в Кремле. 26 мая он сказал, что Гитлер не умер, а бежал, где-то прячется, как и Гебельс, Борман и, предположительно, генерал Крепс. То, что осталось от Гитлера, советские исследователи нашли среди щебню выхода из бункера и более или менее безошибочно идентифицировали Фест по нескольким обломкам челюсти. Какое-то время эти останки Гитлера и Евы Браун, ее пластмассовый мост, хранились, как говорят очевидцы, в ящике из-под сигар. Бендлер-Блок Нем. Бендлер-Блочк. Комплекс зданий в берлинском районе Тергартен, получивший свое название по улице Бендлер-Штрассе. Во времена Третьего рейха там размещалось управление сухопутных войск. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...